В последнее время вообще складывается ощущение, что преступники в Иркутске действуют все более нагло, решаются на убийство, грабят банки, придумывают дерзкие мошеннические схемы. И вот теперь еще одна опасность. В областном центре массового горя Драгина Марки. Последний такой случай произошел сегодня ночью. Водители выдвигают разные версии, вплоть до появления в Иркутске пиромана или банды идейных поджигателей. Детали у Павла Марчукова. Этот двигатель уже никогда не заведется. Он, как, впрочем, и другие детали моторного отсека, сгорели дотла. Четырехлетний кроссовер стал жертвой необъявленной войны. Ведь иначе тот факт, что в областном центре один за одним горят авто, не назовешь. Ряды автовладельцев несут потери. Только за сегодняшнюю ночь сгорели три машины. Валерий за считанные минуты лишился своего четырехколесного имущества. Защитить его мужчина мог. Только понял это, когда огонь уже уничтожил иномарку. С двух часов ночи у меня спутник 18 стоит. Начали приходить смс, что машину пытаются взломать. Я думаю, что сначала просто проверяли, работает резонансация. А второй раз уже поняли, что не работает. Точнее, что никто не реагирует. Решили пойти более экстремальным путем. Сейчас места, где стояли машины, напоминают поле боя. Вокруг обгоревшие детали. В этом случае, помимо припаркованной по соседству иномарки, едва не загорелся и жилой дом. Новости о таких пожарах словно весть из фронта. С начала года уже уничтожено 12 машин. Все пожары, при которых сгорели автомобили, имеют общие черты. Возгорания происходили ночью, примерно с часу до шести. При этом чаще всего огонь повреждал именно моторные отсеки автомобилей. Ущерб по действию злоумышленников десятки миллионов рублей. Во всех случаях были найдены следы поджога. Однако расценивать это как начало акций пироманов или народных мстителей полицейские пока не берутся, поскольку информации о поджигателях попросту нет. У полиции нет каких-то исчерпывающих сведений и уверенности в том, что все эти возгорания автомашин – это дело рук одних и тех же людей. Между тем, полицейские продолжают устанавливать обстоятельства каждого из происшествий. Ранее отмечалось, что пострадавшие владельцы транспортных средств – это люди разных возрастов и профессий. Они между собой не знакомы. Чтобы хоть как-то найти поджигателей, сотрудники полиции объявили вознаграждение за информацию, которая поможет найти злоумышленников. Ведь только так есть шанс установить перемирие. Павел Марчуков, Михаил Глызин, Андрей Назаров. Новости по будням.